10 гектаров культуры, теплоты, гостеприимства. Здесь будут и музеи, и набережная, и даже звериный питомник. Уникальный этнокультурный комплекс уже строят в Самаре, в поселке Волгарь. Идея принадлежит национально-культурным общественным объединениям Самарской области. Городок мира станет не только экскурсионной площадкой, здесь будут проходить многочисленные национальные праздники, яркие культурные события. Парк, в принципе, будет центром притяжения всех национально-культурных объединений. Здесь у нас будут проходить и национальные праздники. И с гордостью можем сказать, что когда узнали в школах и в Новокубишевске, в 116-м, там они все-таки ближе, они уже просят, чтобы их включили в план. Мы придем и не просто можем посмотреть праздник, на котором люди всех национальностей присутствуют в своей одежде, со своей кухней, но еще и можно войти в дом, который будет являться домом предков, где можно будет прочитать историю своего народа, долгую, давнюю. Основная идея проекта – познакомить жителей региона с красотой традиций народов, живущих на Самарской земле, с их бытом, национальными особенностями. Раскрыть всю широту характеров народов. Этнокультурный комплекс объединит 23 площадки, которые будут оформлены в стиле национальных домов с подворьями, садами, цветниками. Каждая площадка займет порядка пяти соток. Как будут выглядеть дома, какое там будет убранство – решат сами национальные объединения, которые активно работают над проектами. Многие уже готовы. Здесь должна быть истинная культура, историческая, без стереотипов. К примеру, в украинской хате должен быть старинный глиняный наливной пол, соломенная крыша, длинные широкие скамейки, подворье с колоссом, чтобы воссоздать сельский колорит, считает в украинском национально-культурном центре промень. Его участники стараются сохранить те добрые, родные, исконные традиции народа, которые так близки и русским. Объединение, близость душ, характеров, культуры, настроение, с которым проходят все украинские праздники в Самаре. Один из самых масштабных и любимых самарцами всех национальностей – праздник «Шевченковская весна», который в Самаре проходит уже больше двух десятков лет. В этом году весну посвятили одной из главных объединяющих тем – юбилею победы в Великой Отечественной войне. Хлебом с солью украинцы встречают добрых друзей. Радушная, открытая, поющая, солнечная, гостеприимная. Такая Украина. О такой стране поют участники хора «Промень». Этнограф, прозаик и поэт Тарас Шевченко – основатель современной украинской литературы. Для Украины Шевченко как Пушкин для России. Примечательно, многие произведения украинского писателя написаны на русском языке. В творчестве Шевченко считается единение России и Украины, заложенное историей. Понять творчество Шевченко можно только поняв историю того времени, сложную, противоречивую историю взаимоотношений между разными социальными слоями, между представителями разных народов. Но все доброе, интернациональное, что заложено в поэзии Шевченко, будет работать безусловно на то, чтобы мы оставались братьями, друзьями, людьми, умеющими и желающими понимать друг друга. Поздравить любимую бабушку на сцену выбегают маленькие внуки – самарцы и киевлянка Олеся. На наш праздник приехал из Киева сын со своей семьей. Жена, внучечка Олеся зовут. У нас три братика. Двое живут в Самаре, а третий в Киеве. Но они очень дружны. Как-то Украина и Россия всегда были вместе и будут вместе. И мы на это надеемся. Душевная атмосфера, уважение к традициям и дружба народов – именно такой посыл у самарской и шевченковской весны. Я заснял все, что сегодня увидел. Великолепная экспозиция, выставка. Я сегодня увидел два флажка – русский триколор и украинский двуколор на одном столе. Многонациональная Самара, где между народами уважение и дружба продолжает укреплять традиции понимания и единения народов. Яркий пример тому – создание национальной деревни – музея под открытым небом, завершить строительство которого планируют в 2016 году. Как говорят представители национальных общественных организаций, он станет вкладом в культурное и духовное развитие всех поколений. Народы, живущие бок о бок, должны сохранять свои обычаи, чтить историю и поддерживать друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова